Итак, мы с вами продолжаем хроническую часть по праву вооружённых конфликтов, и мы сегодня позанимаемся вот этим блоком, где написано «комбатант» и «некомбатант». Зачем международное право разделяет эти два типа? Она разделяет так, у «комбатантов» для «комбатантов» одни правила, а для «некомбатантов» другие правила. А всё это для того, чтобы уменьшить бедствие войны. То есть основная задача международного права военного и права войны – это уменьшить его бедствие. Не ликвидировать война всё равно бедствие, как ни крути, но сделать поменьше. И чтобы это сделать, разделили все две части. «Некомбатант» – это мирные жители. То есть для мирных жителей их убивать, например, нельзя. С ними там… с «комбатантов» можно, а мирных нельзя. И мы сегодня с вами попытаемся разделить… Я на лекции пытался разделить таким словом, как «партизан». То есть как узнать, «партизан» является «комбатантом» или не является? Там это спортный момент. Туда же относятся разведчики. Разведчик – он «комбатант» или «некомбатант». Потому что, например, вот вероломство, да, иногда «комбатанты» косят под мир «комбатантов». Например, там, прячут оружие в мирной одежде, подходят к врагам и их убивают. Могу как героики. Могу как героики. Это не героики. Потому что это вероломство. Это… Что у нас? Симуляция. Это симуляция. Тогда мы на прошлой группе рассматривали вопрос нашего лётчика, который спускался на парашюте. Да, вот. Он спускается, а по нему стреляют. Это законно или незаконно? И мы встали в следующий вопрос. Это «комбатант», понятно, да, у него оружие и форма, но он военнопленный или нет? И вот мэры решали вопрос, ну, правомерно ли они его расстреляли в воздух или не правомерно. Сегодня мы с вами рассмотрим другой кейс, он также связан с «комбатантом» или «не комбатантом». Это случилось в прошлом году. Война на Донбассе, Донецкий аэропорт. Туда приехал, есть такой актёр Пореченков. Ну, я видел два, в двух его фильмах. Один фильм, это, я не знаю, как я на него попал, этот фильм. Агент национальной безопасности, он ФСБ. И второй, я в кинотеатре попал. Он какой-то бандиткар израиль. Он играет бандита, доброго бандита. И вот он поехал в Донбасс и совершил там определенные действия. После того, как Иван их продемонстрирует, то, что он сделал, я прошу вас ответить письменно на следующий вопрос. Нарушил ли Пореченков право войны? Да? Нет. И ссылка необходима будет на нормативный арт. То есть на какой-то документ. Кто первый документ найдёт, поднимает руку и, соответственно, получает также 5 течения. Итак. Посмотреть видео это. И после этого просмотра ответить на вопрос. Нарушил ли Пореченков право войны? Да? Нет. Нет, потому что… Да. Нет. Документ, когда… Вы ещё не знаете там, что известно. Ещё рады. Пожалуйста, у кого есть вопросы к заданию. Так. Время и стекло. Я прошу поднять руку того, у кого нет своей позиции. Ну ладно. Не всем же быть юристом. Я прошу развернуться, всё, всё, уже время и стекло на пояс. Так бывает. Есть люди других профессий, экономисты. Пожалуйста, я прошу, начиная с Ивана, огласить, что в своей позиции, ваша задача выбрать одну самую лучшую. Ну кроме своей. Свою не надо, ваша понятна самая лучшая. Но чужую надо выбрать получше. Ну, я использую… Иван, я прошу сначала тезис сказать, а потом рано. Хорошо. Ну, я считаю, что Пореченков нарушил норму международного права ведения войны, так как он использовал символику пресса, которая обозначает… ну, общепринято, что прессу не участвует военных действий и то, что убивать людей со знаками прессы нельзя, так как и они не могут быть… ну, убивать других людей, использовать за руку. Пореченков использовал символику, используя символику, открыл огонь по предполагаемому нахождению места противника, нарушив тем самым пункт 5 статьи 22… ой, 23, прошу прощения… — Конвенции… st тайне. Конвенция… Конвенция законов о обычах свопопутной войне, good 94… То есть в этом пункте написано, что нельзя воспрещать предательских убивать или ранить принадлежащих к населению или войскам. Хорошо, понятно. Пожалуйста. Ну, я, в принципе, у меня аналогичное, у меня схожее мнение с Иваном. Я тоже считаю, что Пореченков нарушил правила ведения войны, поскольку он не являлся членом армии. Иван, как уже сказал Иван, он использовал символику прессы и наносил вред противнику, хотя не имел на это права. А ссылка на что? У меня тоже на 23-ю статью. Ношение символики прессы, они предполагают, что эти люди могут нанести кому-то вред, и поэтому им нельзя наносить вред. Хорошо. Пожалуйста. Я не на тот вопрос ответила, да? А, так бывает. Главное, вовремя обойтись, значит, не пропускаем. Да, пожалуйста, у нас последняя. Где я стал? Последний юрист. Да, нарушил так, как он нарушил право войны мира, используем запрещенный метод вероломства, а именно симулирование. Статья 37-я, дополнительный протокол Женевской комиссии. Что она гласит? Статья 37-я, запрещение вероломства, симулирование обладания в статусе, предоставание защиты, путем знаковым вверху или наоборот. Итак, я прошу остальных попытаться тоже стать юристами и попытаться уже те, кто стал юристом, раздавить их позицию, раскритиковать. Пожалуйста, прошу выбрать одну позицию, как самую лучшую, а потом ее критиковать. Кто-то более аргументированно, кто-то менее, кто-то... Итак, подвините, пожалуйста, руку, кто не выбрал позицию самую лучшую. Хорошо, пожалуйста, Иван Иванович, я с вас. Нет, я прошу свою огласить, и мы будем голосовать по вам. Иван Иванович, я просто поднял руку, что он не определился. Да, 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 все случилось. Я бы хотел, чтобы по автору не выразил. Кто? Иван, пожалуйста. Ну, я считаю, что Поречник нарушил нормы международного права ведения военных действий, тем самым, что он, используя символику пресса, открыл аргумен по полагаемому месту расположения противника. Нарушил тем самым пункт Б, статьи 23, который гласит... Ну, воспрещается предательски убивать или ранить принадлежащих... Ой, извиняюсь, я не могу на той слайде... Ну, на пункт... Я перепутал чуть-чуть. Незаконное использование парламентским и национальным флагом военных знаков реформенной одежды неприятен, ровно как и отличительными знаками установленной женской комменцией. Это как-то косвенно. Я на нее ссылался тем самым... Ну, по причине того, что изначально моя точка зрения, я... Ну, я, в общем, сослался на пункт, в котором я неправильно озвучил. То есть я неправильно понял. Поэтому моя позиция немного изменилась. Вы снимаете? Всю царик, целиком? Нет, мы не снимаем. Ну, пусть так уж будет. Ссылайся на пункт Б, предательски убить или ранить лиц принадлежащих населению или воскарным неприятелям. Хорошо, можно повторить. Вы определились? Сослался на пункт. Хорошо, Б. Вам за это услышали. Сослался на пункт. Пожалуйста, кто выбрал Иван, позицию Ивана, как самую крепкую, самую лучшую? Это 20 лет, он ссылался на пункт Б, я на незаконное использование, это Ивана. Хорошо, 0, пожалуйста. А выбрала ли я Ивана? Нет, выбрать, произвучить свою позицию. А можно я за Ивана проголосую? Да, один. Я считаю, что Бореченков нарушил правила ведения войны, поскольку он незаконно использовал символику прессы и, значит, он не имел права стрелять и наносить какой-либо вред противопорствующему государству. Ссылка на что у Вас? У меня на 23-ю статью я просто пункт не говорила, но это будет пункт Е, как у Кристины, то есть это было установлено Женевской конвенцией, то что люди, которые носят определенную символику, не имеют права причинять вред. Ну, в частности, те люди, которые носят символику пресса. Думайте, пожалуйста, руку, кто выбрал эту позицию, как самую лучшую. Альфи, и, пожалуйста, Вы. То есть, и не я, по себе. А-а-а. То есть, и, по-русски, на свою. Да, данный внушил, как он использовал запрещенный метод войны вероломства, а именно симуляция. Ссылка на 37-ю статью дополнительно вот такого уже несколько конвенции, как говорится, запрещение вероломства, а именно симулированное угадание Стаса при старой защите, потому что мы используем знаков объекта и плядей. Поднимите, пожалуйста, руку, кто выбрал эту позицию, как самую лучшую. Один, два, три. А, переголосовать можно? Да, да, да. За ее. Итак, у нас есть победитель. Пожалуйста, кто сможет оспорить эту позицию? Пожалуйста, выберите себе монету. Ваня. Можно еще раз озвучить позицию, чтобы... Да, пожалуйста, еще раз озвучите. Да, нарушил, так как он использовал запрещенный метод войны вероломства, а именно симуляция, он использовал эмблему пресс. И ссылка на статью? Дополнительный протокол в несколько месяцев, статья 32. Только ее, пожалуйста, отчетчик проговорите, вот этот пункт, потому что вы там ее съедали на окончании и все поняли. Забрещение вероломства, пункт Г, симулирование обладания статусом, предоставляя защиту, путем использования, знаков эмблем, фирменная одежда. Дополнительный протокол в Женевском конвенции, в адресе 29-го года, касающийся защитить жертв международных вооруженных конфликтов. Нашли? Название. Дополнительный протокол в Женевском конвенции, и нежелатке. Название. Грунг. 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 Пожалуйста, кто может оспорить? Поднимите руку. Нет, никого нет? Все, сдулись, как говорится. А можно повторить, в чем вопрос? Кто может оспорить Кристина? Хорошо, давайте я. А, нет, есть. Я просто уточню его предложение, чтобы понять, правильно я его понимаю или нет. Если правильно, то я могу попробовать оспорить. В этом пункте говорится о том стимулирование обладания статусом, предоставляющим защитой путем использования знаков, эмблемы или фильмной одежды от инициации объединенных наций, не гражданных государств или других государств, не являющимися сторонами, находящимися в конфликте. То есть это, говорится, изначальные знаки и эмблемы именно тех государств, или все знаки и эмблемы, которые запрещены, дают статус право на защиту. Вы как думаете? Из прочтения данной статьи можно сделать вывод о том, что, ну так как дальше есть дополнение, что именно вот это касается того, о чем говорится дальше в фон. Итак, значит есть у вас критика? Значит. Пожалуйста, какая в чем ваша критика? Моя критика заключается в том, что, с точки зрения Кристины, ее позиция заключается в том, что она говорит, что Полеченков использовал именно вот знак прессы, который, соответственно, по вот этой вот статье должен был предоставить ему право статуса на защиту. А в данной статье, в данном пункте Г, говорится о статусе, предоставляющем защиту, только для тех, кто как-то отображает себя либо носит эмблемы организации объединенных наций, либо нейтральных государств, которые не участвуют в данном конфликте. Смотрите, пожалуйста, руку, кто не понимает эту критику. Понимаете? Что она говорит? Она говорит то, что позиция Кристины немного не нужна, потому что Кристина сослалась именно на то, что Полеченков использовал символику одежды прессы, а в пункте Г сказано о символике одежды нейтральных государств, не участвующих в этом конфликте, и символике, и одежды организации объединенных прессов. Это корректно? Да, корректно. Кристина, вы слышали? Да. Ты согласна? Нет. Что нет? Я считаю, что Пореченков нарушил, так как, ну, есть правило, что, ну, на войне прессу трогать нельзя. А он надел эту каску прессы, тем самым заработал доверие, чтобы его не трогали. Кристина, вы правильно понимаете, что вы согласились, что этот пункт не подходит? А. А. Я вообще говорю, что там, я просто подумала, что там написано предоставляется. Кристина, вы прям понимаете, что вы снимаете в этой части аргументацию, аргументацию на этот пункт? А. Но мы же говорили в целом про нарушенную... Вы же ссылались на этот пункт. Вы продолжаете на него ссылаться? А. Вы слышали, какое было выражение? А. Что этот пункт не про то? Вы можете доказать, что именно Пореченков нарушил этот пункт? Там идет речь про ООН, знаки ООН, знаки других государств, там, может, нейтральных государств каких-нибудь, а про прессу там ничего не сказано, говорят. Говорит, ваше понятное. А вы начинаете говорить, ну, вот так вот принято, а ссылки где? Как говорит моя студентка, документ покажет. А. Да. Именно про этот статью Накусского? Или можно сослаться? А. Может, другую статью. А. Может сослаться на статью 38 признанной эмблемы, в котором запрещается использовать депрозначение отличительные эмблемы красного пресса, как на полном месяце, красного неба и солнца, другие эмблемы, знаки или сигналы, предусмотренные конвенцией, медленности. Так же запрещается преднамеренность, злоупотреблять эмблемы в жонах и жидко. Другие международные признаки, значительные эмблемами, которых именится пресса, знаки или сигналы, включая флаг перемещения. В смысле? И просто другие написаны, значит, можно будет. Все? Ну, не надо. Только то, что нужно. Все. Подавите, пожалуйста, руку, кто-то выловил возражение Кристины на критику. Вы понимаете? О чем она говорит? Что эмблема пресса также является эмблемой, защитной, потому что ст. 38 перечень неограниченный. Это коррект, если не корректно? Да. Так, вы понимаете, ее защиту? Она говорит, что это открытый перечень, и потом ссылается на обычаи, что вот пресса подходит в этот день. Ну, мое возражение, наверное, к данной критике, к данной ответе будет заключаться к тому, что есть ли тот именно установленный перечень, в котором говорится о том, что нельзя трогать прессу, или это просто ссылка на обычаи. Если это ссылка на обычаи, то я считаю, что нет нормативного, нормативного акта, который бы запрещал использование МТМ и ПС, и вот выступление тех действий, которые совершал паритику. Яна говорит о том, что в критике в своей аргументации Кристина ссылается на обычаи, а она говорит о том, что он не имеет юридического значения, а имеет юридическое значение какая-либо, например, норма международного права или законодательства, и она просит сослаться на такую норму, которую рекрутируют. или ссылаться на норму, или если это обычаи, то она оспаривает его легитимицу. Яна, это корректно? Да. Кристина? Да, да, да. Вот Яна подвергается мнению источникам. Она говорит, или покажет документ, где написана пресса, или, а если это обычаи, то Яна считает, что это нелегитимно. Ссылка на обычаи. Ну, мало ли, пресса. Может быть, мать-одиночка. Только пресса. Тоже не забыть. Сейчас можно я чуть-чуть? Да, пожалуйста. Ломальчик ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Если нет скиска, ну, пока не можете найти, значит его нет. Ну, исходим из того. Тогда про обычаи можете что-нибудь сказать? То есть Иоанна говорит так. Или документ покажет, или докажи, что обычаи – это источник. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Именно обычные мимитации источника или правого уровня. Кустина? Да, да. Все. Итак, время истекло. Я хотела просто выиграть этот момент, так что вы... Итак, вы понимаете, Яна? Да, вот так. Вы согласны с ней? Нет. Пожалуйста, что не так? Ну, как уже сказали, источник сперечный меняется на главной, но Ключи также является источником права войны, поэтому я считаю, что пресс трогать нельзя, это как обучение. Подавите, пожалуйста, руку, кто не понимает возражения Кристины. Понимаете? Да. Хорошо. Точно понимаю. Не понимаете. Спросите, кроме Кристины. Яна. Кристина говорит о том, что обычай тоже является источником права войны, а так как обычно прессу нельзя трогать, значит, июль не затрогает. Кристина? Да, да. Хорошо. Кристина, как вы могли одним словом определить свою позицию? Нарушил. Нарушил. Нарушил – это как бы тезис. А вот, чтобы туда в основание вошло все. Одним словом. Ну, давайте, умножьте два, потом сожмем. А можно так, вошел в доверие. Нашел доверие. Нарушил доверие, да? Какой он? Симуляция. Предатель. Значит, симуляция. То есть, симуляция. Симуляция, почему? Потому что пресса. А почему прессу нельзя? Потому что список открытый. А почему в этом открытом? Потому что есть отличие. Значит, симуляция. И вторая позиция. Яна, как вы его сегодня назвали. Не доказывал. Ну, вот да, я тебе. Не доказывал. Ваш? Я так понимаю вашу позицию. Вы говорите, что это не симуляция, потому что симулирует под кого-то. А здесь пресса никто не доказать, что пресса именно тот субъект, который вы трогать нельзя. Как надо знать? Симуляция здесь. Симуляция симуляция симуляции. Спасибо. Не являетесь в ней, не симуляция. Да. Должно было показать, что именно пресса, она же не воюет, она на с оружием. Мы можем доказать, что... Сейчас, сейчас, сейчас. За это вы уже льете воду на крестьянную прессу. Итак, Яна, как назвать вашу позицию? Ну, а если вот именно отсутствие симуляции, то что-то такое? Не, не симуляция. Ну, так как бы симуляция... Антисимуляция. Антисимуляция. Антисимуляция, нет. Слишком. Так, что нам, как сделать это, чтобы, значит, пресса не является, нигде не написано, что пресса какая-то особая. Ну, то есть, нигде не является защитная нигде, потому что в коннекции так написано, что перечитается именно нигде, которая является защитной. Ну, то есть, пресса такая же, пресса ничего не дает. Так, Яна? В ту сторону? Ну, в принципе, да, но это же нужно одним словом. Ну, давайте, как будто мы не нашли. Значит, не симуляция. То есть, симуляция не симуляция, но мы там понимаем, что пресса это не тот субъект, который пользуется международной защитой. Пожалуйста, я прошу определиться вас своими позициями. Или в кейсе Пореченко в Донецке есть симуляция, или там симуляции нет, потому что пресса не пользуется международной защитой, они такие же. И вот там. Не важно, что он типик. Прошу поднять руку того, кто не определился со своей позицией. Поднимите, пожалуйста, руку, кто считает, что в данном кейсе симуляция, присутствует симуляция. Один, два, три, четыре. Поднимите, первый раз в руку, кто считает, что там симуляции нет. Два. Значит, симуляция есть. Итак, у нас была симуляция. Все. Пожалуйста, какие есть вопросы по праву войны? А все-таки кто прав? Сколько можно? Сколько? Каждый, каждый раз. Вы каждый раз это спрашиваете. Нет, ну просто, может, вы знаете источник. Я не знаю лучший источник, чем вы. Потому что так глубоко проговорить и аргументировать, мне кажется, логично. Я думаю, знаете, почему выиграла Кристина? Потому что она все-таки, ну обычай, как на здравый смысл. Ну это то же самое. Тут как бы все понимают, что приезда все-таки. Просто то же самое, что вот про водобой на войне. Если... Что с водобой на войне? Ну что? Стороны, то есть, когда на войне подход, видишь, крики бьют, нельзя трогать. Нельзя убивать тех, кто бьют или набирает воду. Ну это с точки зрения моральной можно также разобрать, что человека нельзя убивать, это неправильно. Но есть же те, кто нарушает, и за это есть норма. А тут нет нормы, которая бы регламентирована. С обычаями такая проблема. Ну вот. С проблемой с обычаями. Ну я думаю так. Например, есть прецедент. Вот не искали. Вот сейчас судят Савченко, да? Савченко за что судят? Это украинское военнослужащее. В России. За то, что она якобы наводила орудие на прессу. На российскую прессу. Значит, вроде бы, как бы люди из этого обычая изысходят, что пресса это какая-то особая каста, которую трогать нельзя. Я думаю, этот обычай укоренен. И потому аудитория проголосовала за. Говорит, ну да, вроде бы пресса. Пресса как бы, ну да, и есть. А вообще есть источник, в котором закреплено то, что обычно не может играть за источник? То, что на него не сейчас ссылаться? Видите, крестин не нашла за 30 секунд. Значит нет. А еще то, что вот нельзя трогать медработника, когда он делает операцию. Это есть отдел. Это отдел. Красный пресс, там железо это прописано. А это, видите, такой спорной ситуации. Там еще, не знаю, можно было зацепиться, например, на следующее. Пресса же была на затылке. То есть не видно. Но он был с оружием. А можно? Но он не был пресс. Можно спросить. Ну можно было по той камне идти. Ну да. Что это не была симуляция, потому что не впереди, а сзади. А вот, можно сказать, что, ну, каска как бы, он защищал свое здоровье, так сказать. И поэтому он надел каску. Можно на это сослаться? Ну, в смысле, он не надел отличительный символ, а он надел просто каску. Ты помнишь, я был попавший, но он сам сказал, что это было не было каску. Ну да, вроде бы он говорил, что ему надели. С другой стороны, знаете, вот те, что он надевал, то есть голубого цвета, вроде бы оно, ну, они не совсем военные. Так это отличается, чем у тебя. Да, они какой-то там… Ну, там же вообще-то… Ну, мне студенты говорили, что это какая-то особая, то есть это не военный жилет, какой-то вот для, знаете, для фирм, которые безопасность обеспечивают. Ну, вот такие. То есть это не военный. То есть можно было заподолить, что он касит не под военного, а вот… Ну, ниже там на этом… Николай Васильевич там все кое-как одевали. Да. Можно было заподолить, что он касит под ополчение, а там тоже, как бы, если… Но он же все равно комбат. В комменции бы сказано, что если он одет, то он комбат, да, то он тоже приравняется к военным, если он с оружием… Ну, не знаю, представляете себе, потом бы эту точку накрыли бы там… что-нибудь градом, куда этого ничего не осталось. Было бы это, было бы правильно или нет? Нет. Ну, по идее, он-то был агрессором, он открыл агрессор. А с другой стороны, вообще непонятно, в кого он стрелял. Ну да, сколько… Хотя тогда не было. Вообще, в бонусе у него не было. Там, тем более, просто рассуждают про то, что… Потому что он очень мишень была. Видели, там 10 мужиков, серьезно там, смотрят куда-то, подстреливают. Может, тогда у всех было оружие. Они были хорошие актеры. Они как будто в мишень стрелялись. А может быть, да, вот он куда-то, в какую-то определенную точку, но не связанную, просто… Лучится терять. А зачем тогда вообще приезжать? Ну да. Территория боющихся, да? Да, это территория. Видите, это… Он попал, если ты попал на территорию военных действий, то ты уже там не паутку не стреляй. Он как бы уже должен понимать, что у тебя риски. А он до этого произносил такую фразу, что он в 2008-м уже стрелял. То есть у него есть военный опыт. Скорее всего, у него есть какая-то военная… Не знаю, там… Может, он является… Чечнеем. То есть он является, как сказать… Зарпатьем. Ну, вы знаете… Сейчас… Не метафора… Эфемизм. Я сегодня узнал такое слово, хорошее – эфемизм. А говоря эфемистически, скажем так, Пореченков – это человек с неторопливым развитием. Я бы так говорил. Ну, эфемизм – это подмена того термина, который нельзя использовать, и другим более мягким. В данной ситуации. Ну, то есть его и судить-то как-то… Ну, для кейса можно. Пожалуйста, есть ли еще вопросы по войне? Да. А вот если пресса одного вызывающего государства в театре военных действий случайно узнала конфиденциальную информацию о другой стороне, но она не рассчитывала на ее… Ну, просто случайно кто-то проболтался… Если она докладывает об этом правительству и военным органам, это считается как вероломство и северо? Ну, это разведчик. Разведчик просто… Ну, они узнали, но когда не передавали, они же понимали уже, что передают закрытую информацию, они получаются функции разведчика. А если бы не передали, то… А, они передали – все. Есть еще вопросы? Да, у вас остался тот вопрос? Угу. Значит, идея такая. Помните, в «Замодействии международного национального права» две теории? Идуалистическое есть примат одного, примат другого. Вот у государства время от времени такое происходит. То есть иногда государство говорит, «Все международное право наше, все хорошо, оно выше». Иногда оно замыкается и говорит, нет-нет-нет, «наше выше, чем другое». Это примат национального над международным. То есть такие подвижки… То есть национальный суд может конкретное решение европейского суда признать неконституционным, то есть в соответствии с Конституцией. Но тогда будет нарушен римский статут, потому что решение европейского суда обязательно теперь России без контроля. Вот. К чему это приведет? Ну, к изоляции. То есть идея такая, если Россия хочет общаться международным военем, она должна соблюдать правила. Если она замыкается и говорит, наше право лучше, все говорят, да легко, да без проблем, закрывайтесь. Ну, тогда мы с вами общаться не будем. То есть это выбор. Примат… Ну, мы сейчас выбираем примат национальный. Ну, с дальнейшей изоляцией. Ну, с дальнейшей изоляцией. Ну, с дальнейшей изоляцией уже идет. Вот в Турции помидоры нам не посылают. Северная Корея, там 100% примат национального права. Ну, наверное, они иногда получают гранты всякие. То есть так как кормить людей нечем внутри, но самобеспечение не получается в земляном мире, они получают зерно из-за границы. Это они могут. Все остальное они блокируются. Ну, как Северная Корея, тоже плохо. Где-то спать не будем. Он может за это расстреливать. Хорошо. Пожалуйста, есть ли еще вопросы? Одна рефлексия. Как вам сегодняшнее занятие про войну? Право войны. Да, пожалуйста. Мне кажется, сегодняшнее занятие было довольно интересным и познавательным. И как плюс я могу выделить то, что сегодня, как мне показалось, все участники занятия были воплечены в процесс. Не было того, что нам приходилось несколько раз кому-то объяснять точки зрения из-за того, что кто-то прослушал, либо невнимательно отнесся к этому всему. И за счет этого, мне кажется, была ускоренная работа и понимание. И мы равно представляем, что это какому-то общему решению. Ну, я вот тоже, боюсь, желаемое за действительное выдать. Но у меня такое ощущение, что у всего потока повысились компетенции понимания поиска, быстрый поиск, уяснение, понимание, уже стратегии выявлены. Юрий Юрьевич выявил стратегию, которую вы сейчас использовали. Я точно сейчас увидел, что это вот так. Большинство групп так. Значит, кто-то предлагает статью, а критика такая. Эта статья не про это. Вот, то есть, как будто уже даже стратегию борьбы уже выработали всю такую похожую у всех. И разбивают это не про то. Уже есть это то, к чему мы стремимся. Спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok